И снова здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать в нашем Доме знаний. Вебинар по русскому языку проведу я, Альбина Ахмедбековна. Ребята, вы уже посмотрели видеоурок, в котором мы подробно изучали тему буквы, обозначающие гласные звуки. Ну и сегодняшний вебинар мы посвятим систематизации этих знаний, полученных в ходе просмотра видеоурока. Ребята, вебинар я бы хотела начать с отрывка стихотворения Марии Лэнг «Стихи о буквах и звуках». Любимый русский алфавит из букв и звуков состоит. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж… Дальше знаете уже. Звуки с вами говорим, произносим и кричим, шепчем, воем, слышим буковки, мы пишем, можем их нарисовать, напечатать и прислать. То есть звуки только слышим, ну а буквы только пишем. Теперь поговорим о звуках, ведь звуки – целая наука. Гласные, согласные, трудные, ужасные. Что такое гласные? Ох, пока не ясно мне. Объясните поскорей, чтобы стал я поумней. Голос называли «глас». Вот и гласные у нас. А, О, И, Е. У, Я, И. Голосом протянем мы. Или, к примеру, буква Ё. Тянем голосом ее. Гласные зачем нужны? Для чего они важны? Нету гласных – нет слогов. Без слогов не будет слов. Вместе повторим, друзья. Десять гласных знаю я. А, Я, У. Ю, О, Ё. И, Е, Э. И, конечно, И. Друзья, в общем-то, в этом небольшом отрывке стихотворения заложена основная роль букв гласных звуков и даже обозначено их количество. Ребята, гласные звуки. Давайте с вами посчитаем, сколько же гласных. В русском языке их шесть. А, О, У, И, И, Э. На письме гласные звуки обозначаются буквами. Всего гласных букв, друзья, десять. Буквы А, О, У, И, Э обозначают твердость предыдущих согласных звуков. А буковки Я, Ё, Ю и Е обозначают мягкость предшествующего согласного. Обратите внимание, Март А указывает на твердость, Сумка У указывает тоже на твердость предыдущего согласного. Друзья, мята, буковка Я и буковки Ю дают команду первым согласным, чтобы они читались мягко. Ребята, буковки Я, Ё, Ю, Е особенные. Почему эти четыре буковки русского алфавита особенные? Дело в том, что они обозначают два звука, причем в некоторых позициях. В начале слова Ель – Е, Ёж – Е, О, Юла – Е, У, Яма – Е, А. Также эти два звука они обозначают после разделительных мягкого и твердого знаков, например, вьюга, съела или после гласных маяк поют. И, кстати, обратите внимание, я напомню вам еще раз, друзья, что звук Е непарный по звонкости-глухости и непарный по твердости-мягкости. То есть он всегда звонкий и всегда мягкий. Ребята, гласные звуки бывают ударные и безударные. Но этой теме мы с вами также посвящали и отдельный урок, и отдельный вебинар. Но что значит ударный? Это когда один из слогов в слове произносится с большей силой и длительностью в голосе. Это означает, что на него падает ударение. Но такой-то слог, друзья, и называется ударным. Гласный звук в этом слоге также называют ударным. Все остальные, соответственно, называются, друзья, безударными. Кстати, я надеюсь, вы помните, что главная роль гласных – слогообразующая. Гласный звук образует слог. Он может образовать самостоятельно один слог. Слог – это один звук или несколько звуков, произносимых одним выдыхательным толчком воздуха. Например, «наука» – стакан. В слове «наука» три слога. «У» образует самостоятельный слог. «Молоко» три слога. Друзья, этой теме мы также посвящали отдельный урок. И еще не раз будем говорить об этом. Ну, а теперь я бы хотела обратить ваше внимание на следующие значки. Итак, что же это такое, как вы думаете? Возможно, у вас какие-то ассоциации возникли. Дам подсказку. Ну, а сейчас? Догадались? Ну, возможно, не все, да? Что ж, третья подсказка, друзья. Думаю, теперь уже все предельно ясно. Дело в том, что в произношении любого звука речи принимают ту или иную часть и все активные произносительные органы. Положение этих органов, необходимое для образования данного звука, называют артикуляция. Артикуляция, друзья, это та совокупность движений и положений органов речи, которая нужна для образования звука. Но в нашем случае, когда мы говорим о гласных, мы говорим о положении губ. Вы же помните, что при произношении гласных воздух беспрепятственно проходит, и тем самым создаются условия для того, чтобы эти звуки можно было пропеть. Они не встречают преграду. Так вот, по участию губ гласные делятся на огубленные и неогубленные. Что же это такое? Обратите, пожалуйста, внимание на огубленные гласные О, У. Правда, степень огубленности звука У немножко выше, друзья. Мы немного вытягиваем вперед губки. Все остальные звуки неогубленные. Они у нас как бы расплываются в улыбке. За исключением буквы А, которую мы произносим, широко раскрыв рот. Словно мы сидим в кресле у стоматолога. Не самые лучшие воспоминания, но, однако же, они создают эту ассоциацию. Друзья, очень важно в произношении звуков и участие, конечно, языка, безусловно. Но об этом мы с вами поговорим в следующий раз. А я надеюсь, что вебинар был для вас интересным и полезным. До новых встреч, друзья! Пока-пока!